Здравствуйте, сталкеры! Продолжаем проходить Сталкер Зов Припяти. Я в городе Припять. У меня теперь есть Гаусс. Гаусс чем хорош, что независимо от расстояния, независимо от брони, один выстрел, один труп. Поэтому хоть он и подзаряжается какое-то время, но Гаусс очень хорошая пушка. Тем более, прицел очень хороший. Просто супер. Посмотрим задания. Список заданий. Так, документы надо найти об экспериментах, найти часового и встретиться с подмогой, скоплением монолита. Так, давайте по порядку. Надо монолитовцев уничтожить, которые в магазине книги сидят. Почему бы и нет? Туда и пойдем. Так, а зомбаки, которых я уничтожил, у них можно только аптеки взять. В принципе, больше нам ничего не нужно. Так, мне нужно вот... Не в ту сторону я пошел совершенно. Так, мне нужно выйти вот на эту улицу. Да, и по ней идти вперед. Да, все правильно. Тут я встречусь с подмогой. Там вонок, кажется, еще кто-то. Так, немножко собак постреляли. Ооо, сколько там животных. Все просто ужас. Они их убить не могут, потому что они квестовые персонажи. А я их понемножку убить не могу. Так, сейчас немножко разрядим обстановку, так сказать. Главное своих не убить. А, все. Начали они в меня стрелять. Я нечаянно попал в одного из сталкеров. Ну да ладно, пересохранились. Так, в этот раз нужно поаккуратнее. Один выстрел с гаусса. Один труп. Сейчас я уничтожу таких крупных собак. Ну а мелочь потом расстреляем. Да, вот что значит, давно меня здесь не было. Столько собак набежало. Но убить их не может. Даже такая орава. Я как узнал, тебе помощь нужна. Здравствуйте, работайте. Так, ну что, пойдем зачистим монолитовцев. Ну, с гауссом это вообще никаких проблем. Один выстрел, один труп. Так, вон еще монолитовец стоит. Видел только что тебя тут. А, нет, уже не вижу. Почему ты в архиве у нас монолитовец? Искоренись! Я боюсь! На прикрытие! Ох ты, я промахнулся. Все-таки с гауссом непривычно стрелять. К нему еще нужно привыкнуть. Так, давай-ка я здесь не буду гаусс использовать. Все-таки он хорош на дальних и дистанциях. На средних дистанциях лучше... Да, на средних дистанциях лучше использовать проверенное оружие. Тем более у монолитов не такая уж крутая броня, чтобы использовать гаусс. Монолит, мы не слышим тебя. Почему ты покинул нас, монолит? А вот вам, гранату. Да е-мое! Зачем же ты так? Так, лейтенант Соколов, блин, встал прям на дороге. Я кинул гранату, в общем... Ладно, зачистим их так. Это, в принципе, не трудно сделать. Отлично, зачистили мы монолитовцев, в общем. Так, нужно исследовать эту конструкцию. Давайте осмотрим ее. Полковник, тут какая-то чертовщина творится. Внутри здания была толпа монолитовцев, будто бы в трансе. Уставились в кучу мусора и разговаривали с ней. Мусор я обследовал, и обнаружилось интересное. Это нечто вроде антенны. Такое впечатление, что с ее помощью кто-то связывается с монолитовцами, и вот эти сеансы они воспринимают, как божьи откровения. Все это очень странно. Кто-то управляет этими фанатиками. Ладно, об этом потом. Часовой все еще не объявился. Если найдешь его, сразу же сообщи. Конец связи. Так, ну не вопрос. Найдем, конечно, часового. Сейчас обыщем монолитовцев. Ну, у них ничего интересного-то нету. Обычные калаши. Что у них тут может быть? Гранаты, аптечки. Даже аптечек-то толком нету. Фанатики. Что с них взять? Так, ну можно здесь посмотреть. Здесь побольше их будет. Аптеку возьму. Да, не особо тут интересно. Вот Геркулес. Это хорошая вещь. Возьмем. Так, все. Надо найти часового. Часовой-то до сих пор не объявился. Так, часовой у нас. Да, вот часовой. В принципе, мы как раз туда и пойдем сейчас. Так, тут мутанты какие-то должны быть. Да, вот он, часовой стреляет. Собаку уничтожим заранее. Часовой начал в меня стрелять. Нет, нет, нет. Так, ну тут контроллер должен быть. Не просто же так, часовой. Сам себя завалил. Да. Контроллер. Часовой мертв. Вел себя неадекватно, атаковал меня. Возле точки обнаружен и уничтожен контролер. Понял тебя, майор. Видно, контролер взял парня за мозги. Цель. Отличный был парень. Есть разведку, видимо, от Ары Петрушка. Из-за этой твари они друг друга атаковали. Ладно, спасибо тебе, а нет связи. Так, все, это задание я выполнил. Ну тут ничего интересного нету, можно не обыскивать даже. Так. Где-то мутант должен быть. А, вот он. Завалил я его. Так, надо определиться, куда мне теперь идти. Так, надо документы в лаборатории X8 найти. И, в принципе, все. Ну, на данном этапе. Но сначала нужно к Ковальскому сходить. Да. Это точно нужно сделать. Где у нас общежитие прачечное. Так, скорректировал я курс. Все, пойдем, сходим. Там еще не завершенное дело. Галик же нам рассказывал, что видел наемников. Что-то они там замышляют. Нужно эту информацию знать. Поточнее. Так, сейчас выйдем на проспект. И по прямой пойдем. Правда, собаки. Но это мелочь. У меня супер-дробовик. Мне ничего не страшно, в принципе. Так, прачечная. Опа. Сворачивать надо. Так. Не могу я пройти мимо такого оружия классного, которое валяется на дороге. Калаш с оптикой. Винторез. Поэтому я его возьму. Если пойду на другие локации, то продам. А пока пусть полежит у меня. Да, убрал я пукалку. Так, до встречи. Так, ну скинем сюда оружие, которое мне пока не нужно. Так, мне нужны патроны. Патроны какие мне нужны? Хрена тебе сварила, не на шагуры. Лишь бы автомат не клянил. До патронов хватило. Атак прорвел я. Потом починить нужно, конечно. Так, к дробовику мне патроны нужны. К дробовику. А вот что мне как-то рассказали. И гранаты. Так, что тут у нас? Медицинские препараты получим. Ну что, пойдем к Ковальскому сходим. Да, зайду к Ковальскому, узнаю, как дела там. Может быть, какое еще задание есть? Почему бы и нет? Так, насчет часового. Ну да, контроллер. Все, контроллера я убил. Так, Гарик рассказал мне про происшествие с наемниками. Так, да я тоже в курсе. Так, Гарик сбежал от них, сразу пришел сюда. У меня есть свидетельность, что наемники ищут секретную лабораторию в Припяти. Но буква наемников на Затонии. И это подтверждается рассказом сталкеров о прозвищу Дядька Яр. Они разыскивают центральную лабораторию. Мне удалось выяснить ее координаты. Так, если это на самом деле так, то мы имеем еще одного противника при датчике к зомбированным и фанатикам. Надо прикинуть, что лучше предпринять в такой ситуации. Так. Первый вариант. Нужно проследить за встречей и ликвидировать человека-заказчика. Или ликвидировать лидера наемников. Давайте ликвидируем наемника. Кириллов, это Ковальский. Нужно проводить майора. Отлично. У нас есть Гауссовка. Ну, СВД-2М я получил. Дождаться появления наемников. У меня есть Гауссовка. Она намного лучше. Так. Ну, наемники-то прибыли. Только... Где лидер-то? Где же лидер? Кого стрелять-то? Да. Где же лидер? Продолжение следует... Так, ну все, больше никого нету, да? Теперь посланник. А где посланник? Ну, посланник уже убежал, наверное, если он тут и был. Я больше никого не вижу. А, вон кто-то пробежался. Там ученые, короче, были. Ну, я уже не успею достать. Вторая цель потеряна. Отходим. Отходим, так отходим. Так, надо выбросить винтовку, она только мешает мне. Так, а где тут выход-то? А, надо еще на один этаж спуститься ниже. Да, в общем, там были ученые, промелькнули их не комбинезоны. Ну, я уже их не успею догнать, конечно. Да, наемников я тут нормально покоцал. А ученые убежали. Да, это явно были ученые. Потому что комбинезоны такие специфические. Ну, да ладно. Надо вернуться к Ковальскому, рассказать ему все. Так, ну, можно, конечно, еще обыскать наемников. Забрать ихнее оружие. Почему бы и нет. Нет. О, гранатомет. Очень даже неплохо. Так, тут ничего нету. Этот пустой. Так, еще один гранатомет. Блин, у меня перегруз. О, еще один отбойник. Неплохо они вооружены. Ну, зачем мне два гранатомета и два отбойника? Тем более, у меня перегруз. Это да. Так, перегруз еще не кончился. Ну, выкинем один гранатомет. Да. И, наверное, автомат тоже выкинем. Как он стал прям. Все, идем к Ковальскому, расскажем, что случилось. Блин, у меня опять перегруз. Да, наверное, нужно купить экзоскелет и прокачать лучший экзоскелет. Постоянно бегать с перегрузом, это не вариант. Хотя, если выложить все, что мне не нужно, тут очень много у меня антирада, к примеру. Очень много всяких таблеток. Если все это выложить, то перегруз уже не будет так сильно влиять. Так, ладно, нам нужно к Ковальскому сходить. Рассказать ему все. Так. До встречи. В общем, выполнил я это задание. Теперь нужно зачистить лабораторию. Ну, в общем, сходить туда, посмотреть, что там, и добыть информацию. Да, так я и сделаю. Чтобы сходить в лабораторию, мне нужно... Так, это мы выкинем. Так, Гауссовская мне там не нужна. Гаусс оставим. И когда же нас отсюда заберут-то? Короче, слушайте. В небе столкнулись как-то наш и американские спутники. Американцы врут, что их спутник был не шпионским, а наши врут, что наш спутник был неуправляемым. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. да какой хрен у нас дала тебе эта страховка когда и хранить не будет чего все идем в лабораторию зачистим там всех так лаборатория нас находится вон она же где лаборатория x8 найти документы об экспериментах все задания текущие я выполнил пойдем в лабораторию зубаки опять тусуют да это конечно не гаусс все таки при боем привычнее стрелять гаусс пушка хорошая но на дальних дистанциях а в лаборатории мне как раз дальние дистанции то и не нужны гранат у меня достаточно патронов для дробовика тоже я полностью экипирован кровосос кровосос и завалил кровосос он тут где то еще не должен бегать так вот он дом бы то юбилейные так с какой стороны лучше к нему подходить я не помню уже тут где то должны быть гаражей со стороны гаражей лучше подходить так и где то в гараже у нас так явно не с с этой стороны а вон кстати еще один кровосос да вот со стороны лучше подходить так уничтожим кровососа чтобы он мне не мешал отлично вот гаражи со стороны гаражей лучше подходить так ну сначала зомбаков нужно убить которые здесь рядом ходят вот один готов хотя можно и так прям сразу заходить зачем ждать да пойдем понемножку так еще одного завалил ну мне нужно наверх отлично так мне нужно наверх к лифту чтобы запустить лифт и спуститься вниз так здесь нет здесь я не пройду пойдем другим путем в нем опа монолитовцы да тут очень много монолитовцев нужно быть аккуратным так двое зомбированных так отлично сняли их идем дальше не меня ищет а а опа на получи и ты получи так нормально немножко зачистили местность сейчас ты будешь уничтожен да да не здесь я зашел нужно немножко дальше пройти так поднимаемся здесь здесь вроде проход должен быть открыт подниматься так так я немножко заблудился если честно да заблудился немножко маневрирую хотя нет нормально прям вышел с какой стороны меня стреляют а отлично так ну немножко я покромсал монолит осталось прям совсем чуть-чуть я пойду его не уничтожу нужно прикрытие ох ты так есть тут зачистил так идем дальше так не спеша не спеша так тут вроде никого больше да тут я все зачистил а ученый кпк ученого пригодится так вот последний этаж здесь мы сейчас лифть запустим там здесь никого чуть дальше пройдем надо посмотреть все ли там чисто да там крыша а че у нас на крыше аномалии и больше никого так ладно идем спускаем генератор так можно конечно спрыгнуть но это опасно можно умереть поэтому спускаемся вниз так здесь мы не пройдем вот получилось у меня спрыгнуть я не умер спускаемся в сам лифт нажимаем кнопку и поехали так все я в лаборатории тут надо быть аккуратным лаборатория большая доступ распространения не разрешен заходим так пултергейст как обычно куда же без пултергейста без пултергейста тут никуда все заколбатили пултергейста здесь пулемет хорошая штука так здесь где-то снарки должны быть ну мы покидаем сюда гранаты хуже от этого не будет а гранат у нас достаточно так хорош надо спускаться так тут мы все проверили да лаборатория такая запутанная ее нужно будет хорошенько исследовать да тут где-то снарки должны быть а вот где я не помню а это я тут и поднялся вернее спустился так это лифт ну куда же нам идти-то так тут тупик не сюда так тут тупик не сюда так тут тупик тут тупик ну значит все правильно нужно идти вниз так так есть одного снарка я завалил где-то еще должен один ходить где-то есть я заколбасил еще одного снарка ну-ка спрыгнем здесь посмотрим здесь документов нету так нет здесь вроде ничего нету так бинты аптечки и меня убили мерзкие твари так ну да ладно я то сохраняюсь время от времени поэтому мне особенно убийство не мешает так нужно спрыгнуть сюда и вот здесь меня эти мелкие твари загасили да а мы поднимемся сразу наверх опа так кто-то здесь ходит опасно здесь о мы оказались опять тут так ну куда же мне тут подняться чтобы найти документы я если честно вот не знаю ребенок плачет но этого не может быть тут по любому какой-то мутант так я нашел в общем документы а понятно кто здесь у нас я потерял на лови гранату отлично я бюрер завалил так я нашел какие-то документы уже до сих пор в меня летает этот холодильник значит тут не один бюрер консервы хлеб в общем я нашел документы можно отсюда сваливать ну можно конечно поискать еще документы да тут есть еще документы но это в принципе не обязательно сваливаем из лаборатории так тут нужно быть аккуратным так меня тут попробую сейчас завалить наемники но можно быстро свалить отсюда потому что наемники пока воюют зомбированными я могу в это время убежать ну да действительно пусть они там между собой воюют а мы быстренько оттуда свалим я все таки не рэмбо против всех воевать задание я выполнил документы нашел и майор слушай есть разговор с глазом на глаз да не вопрос ковальски я сейчас буду бежим к ковальскому что-то случилось и что-то нездоровое ой ё ой ё да чё такое где мы у меня не экипирован мой дробовик был а ну ка я вместо дробовика поставлю да если прокачать наверное эту штуку бронебойная будет вещь но я не люблю с тяжелым вооружением ходить поэтому так все бежим к ковальскому у него что-то случилось нужно разузнать м м м да я убрал не вопрос м так так он на втором этаже майор мы в полной жопе с момента крушения вертолетов это уже не операция абсурд нас обложили связи с центром нет и улучшение ситуации не предвидится эвакуации по воздуху ждать не приходится вертолеты опять не прилетели а с такими потерями среди ребят скоро эвакуировать некого будет контроль над ситуацией утерян нам до зарезу нужна связь с центром радист считает что сигнал глушится где-то рядом он как раз пытается вычислить координаты я отправил бойцов примерно в тот район но они пропали даже личные радиомаячки не определяются одна из твоих задач майор установить связь с центром в нашей ситуации я полагаю это становится первостепенным и еще личная просьба разыщи моих бойцов добро так ну чё нам нужно найти пропавший отряд установить связь с центром ну чё попробуем это сделать все таки я майор дегтярев опытный сталкер так список заданий найти пропавший отряд где он найдем не вопрос так ну можно немножко взять патронов к дробовику отремонтировать экипировку и сбегать найти пропавший отряд уже скоро стемнеет но я еще успею так по этой улице а потом туда погнали да 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 мелкие существа могут загрызть нас ну вроде мелочь да неприятно может и сожрать патроны я раскидывал кстати заберем водка патроны так ладно идем искать пропавший отряд что там с ним случилось так штаб и кровосос так заколбасили кровососа а вот где пропавший отряд ну все это я уже знаю сейчас опять какой-нибудь контролер или еще какая-нибудь фигня передайте полковнику я нашел одного из ваших ребят похоже он подорвал себя гранатой признаков перестрелки и других следов боя не обнаружено здесь ковальский я тебя понял майор слушай сюда у нас есть хорошая новость мы наконец-то получили точные координаты источника радио помех сигнал идет из здания детского сада так ну че идем в детский сад да нужно сходить туда и посмотреть что за фигня-то творится такая выкинем то что нам не нужно по привычке все равно продолжаешь обыскивать тела так все идем в детский сад тут вешаем гранату даже не гранату взрывчатку все валим отсюда чтобы нас не зацепило отлично так здесь или два бюрера должно быть или контроллера я вот не помню точно но нужно обыскать детский сад давление на мозги но у меня есть таблетки пси-блокада вот так вот сделаем все мне в принципе особо не страшно так ну че погнали исследовать детский сад ааааа все понятно полтергейст сраный блин ну иди сюда и есть одного заколбателя где-то еще по-любому должен быть второй так все я примерно понимаю как тебя найти сейчас мы тебя оттуда выкурим так вот источник помех ну тут мы просто кинем гранату этого будет достаточно про запас так теперь источник звука надо проверить так лейтенант роговец как ты тут оказался пойдем ого вот это да неужто вернулся мы уже думали все не увидим больше нашего доктора так что все таки случилось да ладно спасибо за помощь там полковник просил тебя зайти хорошо зайду да еще Гарик ушел на станцию Янов пополнен запасы просил передать что несколько дней его не будет понятно так что ты где был не поверишь в холодильнике в каком холодильнике где ты вообще холодильник ушел где нашел ну боеприпасов в принципе мне хватает хотя больше оружия чем боеприпасов но я думаю продержусь как-нибудь так Ковальский я не могу я не могу я не могу я не могу вышел на связь начальник штаба я доложил обстановку передал собранную информацию вертолетов пока не будет нам предлагают закрепиться на занятых позициях и ждать распоряжений при штабе сейчас состоят наблюдатели из СБУ так что ты сможешь поговорить со своими товарищ полковник недалеко от базы обнаружен источник радиосигнала передача зашифрована оперативно расшифровать не удалось координаты имеются лейтенант так точно имеется товарищ полковник но сигнал периодически исчезает и его источник движется опять монолитовцы я проверю так пойдем быстро проверим что там за источник что-то мне подсказывает что источник очень даже интересный будет ну че погнали только гранату надо убрать так тут собак очень много нужно быть аккуратным да нужно сначала собак зачистить чтобы не мешали так ну все зачистил собак пойду проверю что там за источник есть сигнал снова появился передаю координаты блин не успеваю я за этим источником сигнал исчез сигнал исчез сигнал исчез ну в принципе это и не столь важно да я никого не вижу рядом рядом со всем движется к нашей базе так он под землей так он под землей не стреляйте я иду к главному входу ты кто такой я стрелок известный сталкер это же ты отключил выжигатель было дело только план не сработал я пришел встретиться с вашим начальством у меня есть информация которая поможет взять под контроль и уничтожить зону начинается выброс пошли поговорим в укрытии у нас неприятности вертолеты разбиваются по неизвестной причине пока эта самая причина не выяснена вертолетов больше не будет придется идти до края зоны на своих двоих причина самая простая в воздухе особенно ближе к центру зоны аномалий не меньше чем на земле да у нас была подробная карта пролета мимо аномалий вертолеты под завязку начинили защиту от выбросов странно странно что вы еще не заметили после выбросов расположение аномалий обычно меняется некоторые рассасываются зато появляются новые ваша карта устарела еще до записи на диск ясно и что теперь выбросы не происходят подряд один за другим если вы сможете просканировать местность сразу после выброса и засечь расположение аномалий до следующего выброса вертолеты успеют забрать всех при первой возможности нужно сообщить об этом в центр после выброса я сразу же свяжусь с командованием лейтенант при первой возможности установить связь со штабом так ну все ждем выброс пережидаем и покидаем Припять на этом сталкер с вами попрощаюсь продолжение следует продолжение следует